И сегодня мы с вами рассмотрим проблему, что, например, не хватает коннектов. Пытаемся коннектиться и Postgres говорит, ну, не могу, брат, не получается. Поэтому поговорим все, что с этим связано и вспомним, как у нас работают память и серверный процесс. Изначально Postgres у нас стартует, делается форк процессов именно серверных, и каждый из них выполняет свою роль. Кто-то занимает там чекпоинтами, статистикой и так далее. В целом большинство из этого мы разберем на следующих лекциях. Общаются они обычно через наш Shared Memory, да, и данные, которые изменены, у нас попадают в базу данных. Опять же, которые данные нужны, из базы данных подтягивается наш буферный пол. И что у нас происходит, когда приходит новый пользователь, подключается к Postgres. На самом деле происходит интересная тоже штука. Происходит форк процесса, да, немного это затрагивал на лекции позавчера. И получается у нас такой backend уже процесс. То есть не серверный процесс, который выполняет свою функцию, а backend процесс, который обслуживает соединение, которое ходит и что-то пишет в Shared Memory. Приходит следующий пользователь и снова у нас форк процесс. То есть кроме той проблематики с Quark Memo, Stem Buffers, Matens Quark Memo, мы еще получаем проблематику обслуживания процесса, да, переключения контекста, контекст свитчинг и все, что с этим связано. То есть connect, каждый connect к базе, это непросто и небыстро. Именно поэтому стандартная рекомендация connect устанавливать и держать, а не постоянно reconnectиться. И соответственно, что? Классика, да, что у нас есть? Куча-куча пользователей, там с мобилок, с веб-интерфейса и так далее, ходят на по HTTPS API к нашим бэкэндам. Естественно, какой-нибудь load balancer, да, или глобальный, или локальный, или что-нибудь у нас есть, которые у нас работают в деминтермализованной зоне, да, где мы должны наш трафик или терминировать там SSL и так далее, про это тоже мы сейчас все поговорим. Вот, и бэкэнд уже ходит в базу, да. То есть напрямую пользователей пускать в базу, ну, это очень плохая идея. База вообще не должна смотреть в интернет, это не ее задача, несмотря на то, что в Postgres, там, в MySQL и так далее есть встроенные firewall, ну, это вообще не их задача, да, то есть они, ну, в целом даже не держат никакие DDoS-атаки и так далее. Поэтому классика, они лежат в закрытом контуре и там по различным сетевым правилам forwardится трафик и так далее. То есть, соответственно, что происходит, да, ну, 50 тысяч клиентов одновременно работают, ну, нормально, почему бы и нет, да. Сейчас все интернет-магазины там, не знаю, вкусвилл и так далее, там шестерочка. Можно в интернете посмотреть каталоги товаров и 50 тысяч пользователей одновременно, ну, это классик, да. Соответственно, ходят на бэкэнды. Здесь нужно понимать тоже, что, ну, 50 тысяч бэкэнд-процессов, конечно, в теории, если железо неограниченное, можно. Но по факту все-таки бэкэндов-то, конечно же, поменьше. Но каждый бэкэнд хочет подключаться к базе. Соответственно, база держит по умолчанию, напоминаю, 100 коннектов. Вот, если будет больше бэкэнд-процессов, тоже возникает вопрос, что делать. И сейчас мы будем разбирать эту ситуацию, что можно сделать. Классическое решение – это так называемый pull-connect, pull-коннектор, да, puller. Это специальное, желательно, очень легковесное приложение, которое как раз принимает эти сотни тысяч и миллионы коннектов и держит постоянные подключения с базой данных. Вот, такая вот задача. И есть три классических варианта. PG-pool 2, да, PG-bouncers, Haproxy или Odyssey. Сейчас я расскажу про каждый вариант. Конечно, еще мы затронем пару новомодных веяний. Вот, также есть, конечно, готовые кластера, но у нас задача поговорить про, как раз, коннектинг ГБД, да, и разные нюансы, которые у нас будут под капотом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!